Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал, меня зовут Антон Эс. На этом канале пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Дорогие мои сплетники, с хорошей всем пятницей! Уже можно начинать открывать ледяные бутылочки спина Грижа и начинать готовиться к долгим выходным. Кстати, у меня сегодня на моем четвертом YouTube-канале вышло вложек, сегодня все вложек. По этой ссылке можете пройти и посмотреть. И я напоминаю, сейчас у меня там идет розыгрыш вот такой вот лимитированной коробочки. Это из сериала Friends, их коллаборация от Motel Spoily Pocket. Абсолютно шикарнейшая коллекционная вещь для коллекционеров или для любителей хотя бы сериала Friends. Друзья, лучшие друзья. Выглядит эта коробка вот так. Здесь у нас и Central Perk кофейня, и здесь у нас квартира, в которой живут эти самые друзья. Ребят, шикарная коробка, коллекционная вещь для взрослых коллекционеров. Поэтому, кому нужна вот такая подарочная коробочка с Poly Pocket. Коллаборация с Friends. Обязательно подписывайтесь на мой четвертый YouTube-канал. Ссылка будет закреплена в комментариях и в описании к этому ролику. Смотрите мои вложки каждую пятницу. И разыграть через 2-3 недели я разыграю восхитительный подарочный коллекционный набор. Сериала Friends и Poly Pocket огонь. Отрываю от души, честно говорю вам. Сегодня просто новость. Такая безобразнейшая, но тем не менее, новость, она именно такая. Кабаева, значит, взорвала российские магазины для взрослых. Назовем это так. Значит, недавно российские магазины для взрослых получили около 3000 китайских кукол для мужчин. Назовем это так. С лицом, которое очень сильно напоминает Алину Кабаеву. Это чистая правда, очень действительно похоже. Следственный комитет сразу же заинтересовался этим беспределом. Цитата. Нам предстоит еще провести определенные следственные действия. Уши красные. Я не знаю, какие действия будет проводить Следственный комитет. Но, чтобы окончательно убедиться в схожести. Кроме того, необходимо будет экспертный оценок. Это официальное заявление СК, ребят, Следственного комитета. Кроме того, будет необходима экспертная оценка. В качестве эксперта будет кто. Все это потребует времени и некоторых усилий. Конечно, найдется немало желающих воспользоваться куклой. Насколько нам известно, был даже большой предзаказ. Но так ведь можно вообще любую куклу сделать. Мы не позволим, чтобы без нашего ведома из известных людей делали игрушки для взрослых. Официально заявили в ведомстве. Ну, ребят, ну серьезно, да? Вот, похоже. Действительно похоже. Опять же, насколько это противоречит... Черт возьми. Я не знаю, как комментировать эту... Новость крутая. Новость действительно смешная. И она была бы нормальна, потому что, на самом деле, это не первый раз, когда из публичных личностей делают предметы для взрослых. Мы назовем это так, чтобы сберечь нашу монетизацию. Но насколько это вообще можно заигрывать с подобным, вот, в условиях сегодняшней диктатуры, в условиях сегодняшнего позиции, извините меня, Кабаевой в российском пантеоне небожителей, да? Это, конечно, огромный вопрос. У меня, конечно, удивлялись смелости и стальным орехам представители этих самых магазинов для взрослых, которые решились и дали зеленый свет на подобную, вот, коллаборацию. Это вам, конечно, не поле-пога с друзьями, да? Здесь такое вот похлеще. Кстати, где-то, наверное, месяцев 9 назад мы гадали с моей мамой на жену диктатора Кабаеву. Вот в это видео более миллиона просмотров, по этой ссылке можете пройти и посмотреть. Восхитительное гадание на Кабаеву, кстати. Не забываем, завтра, в субботу, как каждое утро, будет восхитительное гадание на еще одного восхитительно интересного человека. Ну, по-другому мы просто не имеем. Скандальный человек, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, там тоже очень все будет интересно. Ну, а за драмы с Кабаевой и, вернее, ее куклой будем наблюдать внимательно. Ой, боженька, это мой. Значит, в новогоднем мюзикле Ольга Бузова будет жену Бунша изображать. Помните, жена Бунша? Также я забыл фамилию восхитительной актрисы. Это Иван Васильевич меняет профессию. И Оля Бузова будет теперь изображать ее. Не, класс. Мне очень нравится, знаете, здесь одно, что очень похоже сделали. Меня обижает совершенно другое. Сколько можно мучить советскую классику? Сколько можно издеваться ремейками, вдохновляться, делать мюзиклы? Сколько можно уродовать советское наследие вот такими вот абсолютно безталантными людьми? Вы знаете, я посмотрел сейчас, все же начинается Американ Хоррор Стори. Американская история ужасов. Са Ким Кардашьян в одной из главных ролей. Миленькая, ты не хотела гулять, что ли? Спрашивают, где твои дочери? Да вот дочь, вот она красивая дочь. Она не хочет сейчас гулять, но ей нужно, потому что она жирненькая шо. И я смотрел вот этот вот, уже не трейлер, трейлер показали. Сюрреализм какой-то, какое-то вдохновение на тему. Я так понимаю, основная тема будет ребенок Роза Мари, да? Классика голливудская. По крайней мере, вдохновленный сюжетом. Насколько я это все понял. Я слушал Ким Кардашьян, ее комментарии по поводу ее участия в Американской истории ужасов. Вы знаете, невозможно слушать. Невозможно слушать это мямление. Кто смотрел Saturday Night Live, SNL с Ким Кардашьян. Вот такая вот манера подачи информации. Вы знаете, вот мы там пошли, там вот так все красиво, я так боюсь пауков. Просто уничтожают все святое. Людьми, которые не имеют никакого отношения ни к актерской игре. Людьми, которые не имеют никакого отношения в принципе к серьезному шоу-бизнесу. Что Ким Кардашьян в Американской истории ужасов. Что Оля Бузова в роли жены Бунша. Как же вам не стыдно? Вот знаете, вот когда нет ничего своего. Вот тогда начинают уродовать советскую классику. Браво, браво. И дня без Лены Блиновской. Лена Блиновская, самая большая мученица Российской Федерации, будет добиваться замены условий содержания, чтобы погасить налоговую задолженность. Бедная женщина, у которой постоянно, регулярно, раз в неделю обнаружат очередные 12 счетов со 150 миллионами рублей на них. Да, об этом сообщает ее адвокат Наталья Сальникова. По ее словам, Блиновская уже направила Федеральную налоговую службу порядка 50 миллионов рублей. Откуда? 55 миллионов рублей. Откуда у Блиновской завалялись 55 миллионов рублей, когда все абсолютно заморожено? Фантастика. Цитата. Больше выплатить не получается, потому что все счета арестованы. Мы в этой связи пытаемся добиться, чтобы нам немного изменили условия содержания, чтобы у Лены была возможность работать и гасить налоги. А чем? Кем может Лена Блиновская работать? Извините меня, очередной марафон с обещаниями, которые невозможно выполнить? Это что ли, да? Согласно позиции следствия, перечисленная Блиновской сумма классифицируется как погашение ущерба. В то же время защита считает ее частично погашением возможной налоговой недоимки. Однако юридически погашением недоимки это считать нельзя, заявила Сальникова. Адвокат рассказала, что в настоящее время Блиновская занимается сбором сведений о собственных затратах и расходах, принадлежащих ей компаний. Я напомню, на данный момент со всеми теми хитросплетениями ее отмывания денег ей грозит до трех лет по первому обвинению и до семи лет по второму. Сейчас Блиновская находится под домашним арестом и тут же сразу сегодня новость. Ее адвокат заявил следующее, что ее очередной раз, 75 раз взломали ее телеграм-канал. Я слушала якобы сообщения от нее, по определенным деталям поняла, что это электронный имитатор ее голоса. Добавив, что к этой активности Блиновская, которая запрещена пользоваться интернетом, никакого отношения не имеет. Что происходит у Лены Блиновской? Регулярно выходит она в телеграм, свой телеграм. Вы знаете, ребят, сколько можно сказать? Раз семь уже взломали его, ну судя, получается же так, да? Записывает голосовые, общается со своими подписчиками, а потом сразу делается заявление, что это было взломано, что никто не общался. Это все имитатор голоса. Серьезно, семь раз взламывали у нее ее телеграм-канал, где она просит помогите люди деньгами. Где она будет работать, если сейчас разрешат работать? Она пойдет в магазин, она чем займется? Она запилит очередной марафон? Какой стыд, ребят, мошенница, которая пытается уйти от ответственности. Вот и все, что мы сейчас имеем. Интересно слушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Очередное сейчас вывалилось непонятное нечто. Здесь мы говорим про наследие Зайцева. Эдуард Кривенко, господи боже мой, вот этот вот дядя в шапке, он сейчас объявивший себя единственным наследником Вячеслава Зайцева. Значит, он утверждает, что его попытались уничтожить из-за имущества Зайцева. Значит, его попытались уничтожить, отправить к братцам с помощью отравления. Подумал, что съел что-то не то, но потом догадался, что мне подсыпали что-то, рассказал он. Если я отдам Богу душу, пожалуйста, закопайте меня рядом с моим другом Вячеславом Зайцевым, а затем вместе перезахороните. Так, он сделал заявление Малахова. Знаете, что ужасно? Есть люди, которые... Мы не будем говорить про ту ценность, которую принес Зайцев в мир советской моды. Для меня это была всегда лютая дурновкусие, для меня это было всегда очень все театральное, да? Это все было... К моей точки зрения, это сугубо мое личное мнение, это мой вкус, это то, что делал Зайцев, это всегда было кошмарно. Эти шапки, это был трэш. Но нельзя умалять его значимости и веса в советском мире моды, если так можно назвать, да? И как же мне печально, что каждый раз... Это же не печально, а ужасно. Каждый раз, когда уходит какой-то публичный человек, появляется огромное количество свора. Просто. Шакалов, которые пытаются сделать себе пиар на уходе, на имени, пытаются заработать на всем на этом. И все это выносится не просто вот, давайте перетрем это все с компанией адвокатов. Они выносят это все у Малахова, они выносят это все на суд публичный. И это настолько ужасно. Причем здесь какие-то непонятные терки, угрозы жизни. Это все вываливается у Андрюши Малахова. Андрей, вы настолько были впечатляющие в начале своей карьеры, вы настолько были восхитительны. Вы настолько были органичны в том, что вы делаете в начале своей карьеры. И то, во что вы превратились уже давным-давно, это стыд, это позор. Это позор, это дискредитация любого журналистского, чего бы там ни... Понимаете, вот его, во-первых, манера подачи, послушайте, у Малахова, это... По идее, дикция, она должна быть просто на уровне, она должна быть просто идеальной, вы понимаете? Вопросе к дикции у Андрюши Малахова, а к его отсутствию совести и любви к желтухе, вопросов уже давно нет. Андрей Малахов, это дно. И Эдуард Криенко, вы тоже дно. Потому что такие дела надо решать с адвокатами, с правозащитами, какими-то, я не знаю, организациями, с какими-то полицейскими, а не сидеть ножка на ножку у Андрюши Малахова. Какое же вы дно, какое вы позорище. Зла не хватает, ребят, просто не хватает. Зла. Здесь у нас выдали, значит, визу у лесовца. Модник-лесовец у нас получил здесь британскую визу на 5 лет и собрался в Лондон, где он такой же свой. Он какой-то там парень-рубаха, да? Я процитирую этот бред. Давайте я сейчас не буду ходить вокруг и около. Цитата прямая лесовца. А теперь про тренды. Подготавливайтесь межножья. Он хам, он пишет ужасные слова. Но ухаживайте, если раньше этого не делали, убирайте жирки, животы, брюки, спускаются ниже. Любители чистых белых кроссовок, бритых висков, толстого, крахмальных, скучных, продуманных образов и те, кто любит пожрать, сорян. Но у вас есть патрики, там все это и работает. Знаете, я обожаю. Я просто фантастически одержим людьми, которые сделали себе имя. Вот Владик-лесовец, да? Приехал он из-за кумарды юрты. Или я не знаю, сколько он там дыры, он вылез. Или он вылез из этого, из Тбилиси. Короче, из какой-то он вообще чему-то таракане. Никакого дизреспекта Тбилиси. И никакого дизреспекта. То есть мы здесь говорим, что Владик-лесовец позиционирует себя как публичный, как творческий человек, как столичный человек. Ведь он же так себя все это позиционирует. Сделал себе имя он, да, в России. То есть одно дело, когда украинцы делают имя в России, в сегодняшних реалиях это другое. В случае с Лесовцом никто и звать никак. Ну правда, ребят. Я не знаю, где, в последний раз, в каком замечательном, я не знаю, стайлинге, чего бы то ни было, участвовал Лесовец. Я не знаю, да? Но как только получаем британскую визу, адьос, Патрике. Ходите там со своими рычащими движками и белыми кедиками. Я уезжаю там, где ухоженные межножья и вообще вертела вас на одном месте. Фантастика. Это все просто фантастика. Вы знаете, я обожаю единственного стилиста. Вот единственный стилист из всей этой когорты недостилистов. Вот мы обсуждали, помните, журнал Собака. Целый список выкатил замечательных стилистов Российской Федерации. По этой ссылке можете пройти и посмотреть. У меня же Олега, Олега, это же этот очкастый мальчик-стилист Бородиной. Он меня аж выставил даже в своем инстаграме, типа я пять раз неправильно назвал его фамилию. Слушайте сюда. Все постсоветские стилисты, вы все смешны в своих потугах играть высокую моду, светскую богему и называть себя белой костью глянца. Ничего не существует больше, ребят. Возможно, на какой-то момент вы как-то неплохо выстрелили, да? А потом вы настолько проходящие люди, вы настолько неинтересны. Это я как человек, интересующийся модой, да? Может быть, я не профессионал, может быть, я не Мадонна Мур, которая вот знает все вот эти вот, блин, подковерные игры. Для меня единственный стилист из постсовка это Лотта Волкова. Этот человек, хочу сказать, из Владика она, да? Она вдохновляет. Она была тем мотором скандала с рекламной съемкой Боленсиага, когда те самые мишки с портупеями возмутили весь мир. Она была мастер-майндом огромное количество. Она придворный, если так можно выразиться, стилист Витмо. Она крутейший, крутейший стилист. И сейчас я за ней наблюдаю, сейчас подписан на нее фанатею, фанатею. Она сейчас сделала абсолютно нереальную съемку для Мью-Мью. Это молодежная линия Прада. Она стилизует огромное количество журналов. И ее стиль, ее руку, вы понимаете, ее видно. И я считаю, что стилист может называться стилистом. Если он работает как стилист, и его работу видно. И руку мастера видно. Единственный, кто может быть называться вообще в принципе стилистом из постсовка, это Лотта Волкова. Это не Саша Рогов с оверсайзами и переделками по лесам и весям. Это не лесовец, который 51 годик. Шлифуйте межножье, я уезжаю в Лондон, где жизнь британская столица. Кому ты там нужен? Господи, мне так смешно собственное самоудовлетворение, называя себя стилистами. Стилистам нужно работать. Это как Решетова, я модель. Это как Иванова, который сейчас с Тимати, я модель. Где, какие вы модели? Модели у себя в инстаграме, которые ничего не рекламируют? Вы просто делаете вот эти вот портфолио для элитного эскорта? Это называется сейчас модель? Или все-таки модель у нас, я не знаю, та же Ира Шейк, которая реально работает моделью? Подмена понятий. Клоунов от ушедшего глянца в Российской Федерации. Глянец ушел. А даже когда он был, этот глянец, много журналов и съемок цилизовал Влад Лисовец. Я понимаю, возможно, я звучу как профан. Я человек эмоциональный. Я человек огромный визуал. Я человек интересующийся. Я не должен быть профессионалом, чтобы озвучивать свое мнение. Но смешно мне смотреть на это вот все. Если слушать ваше мнение, давайте пообщаемся в комментариях. А может быть, кто варится в этой каше светского глянца? Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. Вы знаете, если уже сказали про друзей? Блин, ребят, вот реально от души отрываю. Восхитительная коробочка. Для сериала «Друзья», дорогие мои. Сейчас покажу вблизи, как это все выглядит. Посмотрите, да? Это внизу у нас кофейня, а наверху у нас квартира. Восхитительно. Так вот, сериал «Друзья», даже перестав выходить, милые мои, ежегодно зарабатывает по миллиарду долларов. Я без шуток. Это доход от приобретения прав на показ сериала телеканалами по всему миру. И телеканалами, и стримингами, и сервисами. Каждый из актеров, игравший главные роли, получает 2% роялти. Это примерно по 20 миллионов долларов в год. На секунду, как работают роялти, и как зарабатывают люди, которые давно ушли. От такого серьезного шоу-бизнеса. Нет, ну что ушли. Дженнифер Энистон до сих пор же она в обойме, да? Не могу я досмотреть первый сезон «Морнинг Шоу», утреннего шоу. Вот не могу заставить себя досмотреть. Вообще она крутая. Да, и здесь тоже. Вот они все, да? Фиби. Я их по именам-то, блин, не знаю, забываю все. Старость, нерадость. Блин, что-то работаешь, работаешь. Такое количество информации пропускаешь через себя, что начинает немножко крыша ехать. Говоря про поехавшую крышу, New York Post публикует следующее. Австралиец, который побывал на роды уже, подал в суд на больницу на 642 тысячи долларов. Он заработал психическое заболевание. Слава молодого отца, врачи поощряли и разрешали ему наблюдать за родами. Ведь они подарят ему, цитат, незабываемые впечатления. Так и произошло, когда же они делали Кесарева, он увидел настолько много выделений. Выделений красного цвета, короче, да? И внутренние органы, и теперь он не может это развить. Отчего у него поехала кукушка? 642 тысячи долларов. И вот нечего мужиков тащить на собственные роды. Вообще я не понимаю, ребят, вы понимаете? Смотришь на моменты, я говорю с точки зрения мужчины сейчас, да? То есть, если теоретически... Ну не, опять, даже теоретически такого быть не может. Даже если у меня будет суррогатная мать, и какой-то там, не знаю, договоримся, да? И будет мне рожать ребенка. Мне плевать, буду ли я присутствовать на родах или нет. Потому что в итоге я с этой женщиной не сплю. Но мне кажется... Вот помните, Тодоренко, она показывала собственные роды дома, в бассейне. И мужу, и своему сыну. Мне кажется, настолько большая травма. Это же доказано, что мужик потом очень часто не может на жену смотреть как на объект желания. После того, как он увидит вот эти вот домашние роды. В любом случае, подло в суд, и муж правильно делает. Надо было предупреждать, что там его будет ожидать. Перед послушать ваше мнение, давайте пообщаемся в комментариях, что вы думаете по поводу всего этого. Интересно, был ли у вас такой опыт, что ваш муж... У нас 90% женщин на этом канале. Что ваш муж присутствовал на родах, и как это отразилось на ваших отношениях. Дорогие Вестлетики, огромное благодарность всем, кто шлет нам донаты. Донаты можно кинуть через Суперспасибо. Это функция на Ютубе, маленькое сердечко. А также можно стать спонсором на этом канале 2 доллара в месяц. Если вы кидаете нам донат через Boosty, взамен мы обязательно записываю. Я специально для вас записываю мини-видео-открыточку. Благодарность за ваши щедрые донаты. Может быть, поздравили с днём рождения, с годовщиной. Просто привет от Антона С. Наш форум благодарности за ваши щедрые донаты. Мы, конечно, огромное благодарны всем, кто помогает приютам. Наша святая миссия на этом канале. Постоянно о ней напоминаем. Помогайте братьям нашим меньше. Помогайте приютам, помогайте волонтёрам. Прожать и доказывать, милые мои дамы и сплетники, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо всем за компанию. Спасибо всем, что нашли времечко пообщаться с папочкой сплетников. Спасибо, ребята. Я вас обожаю. Поставьте лайк, обязательно подписывайтесь. Не забудьте про мой сегодняшний влог. Уверен, вам он понравится. Спасибо всем за внимание. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok